МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! В нашей программе только актуальная информация, которую мы рассказываем просто и понятно. Сегодня это. На каких вокзалах можно будет проголосовать в Санкт-Петербурге? Что такое движение первых? Как молодежь может реализовать себя? И стоит ли возродить пионерское движение для детей в России? Я Анастасия Петрук. Давайте начнем. Начнем с вопросов, которые волнуют вас, наших зрителей, и на которые мы отвечаем подробно. У каждого петербуржца есть возможность подойти к корреспонденту программы «Объясняем СПБ» прямо на улице и спросить все, что интересует. Здесь и сейчас. Здравствуйте. Меня зовут Елизавета. И у меня есть вопрос. Как поддерживают наших ученых? Государство оказывает ученым всестороннюю поддержку. Благодаря НАСПроекту «Наука и университеты» в нашей стране действуют 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Именно здесь создаются передовые технологии и патентуются изобретения, которые совершенствуют промышленные процессы и укрепляют российские предприятия. Есть и другие меры поддержки ученых. О них сейчас расскажем. Во-первых, существует стипендия президента для аспирантов. Чтобы ее получить, соискатели должны учиться в очной форме в российских образовательных учреждениях и проводить исследования. Кандидатов выбирают научные руководители. Размер стипендий составляет 75 тысяч рублей. И она назначается на срок от года до 4 лет. Также по всей стране открываются так называемые молодежные лаборатории. В них могут работать специалисты до 39 лет, которые проводят исследования в области биологии, генетики, медицины, математики и в ряде других сфер. Помимо этого есть программа мегагрантов. Ученые получают до 100 миллионов рублей на реализацию своих разработок. А молодые специалисты участвуют в исследованиях под руководством экспертов мирового уровня, защищая диссертации или проходят стажировки. Еще ученые могут получить жилищный сертификат. Его выдают молодым сотрудникам вузов и научно-педагогических организаций на приобретение квартиры. Для участия в программе нужно быть кандидатом наук не старше 35 лет или доктором наук не старше 40. А также проработать научным сотрудником не менее 5 лет. Уточню, что для получения сертификата научная или образовательная организация должна признать специалиста нуждающимся в соцвыплате. Заявление подается в жилищную комиссию по месту работы. Ну а теперь поговорим о новостях, которые за эти сутки стали самыми важными для нашего города и не только. Исполнить свой гражданский долг смогут даже те, кто находится в пути. Избирательные участки для голосования на выборах президента России откроются на 42 железнодорожных вокзалах страны. В Петербурге, например, они будут работать на Московском и Ладожском. Участки расположатся в залах ожидания, сервисных центрах, а также в залах повышенной комфортности и официальных делегаций. Для участия в выборах понадобится только паспорт. Заранее нужно будет подать заявление о желании проголосовать не по месту жительства, а по месту нахождения. Сделать это можно до 11 марта через госуслуги, либо принести документ в территориальную избирательную комиссию или МФЦ. Правительство упростило порядок подачи уведомлений о предпринимательской деятельности. Таким образом, административная нагрузка на бизнес дополнительно снизится. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Документ предполагает создание единого реестра уведомлений. Он будет открытым и общедоступным. Запуск ресурса освободит предпринимателей от подачи ряда сведений в контролирующий орган. Например, об изменении местонахождения организации и смены зоны ее действия. Эти данные будут автоматически подгружаться в единый реестр уведомлений из единых госреестров, юрлиц и ИП. Кроме того, постановление сокращает перечень работ и услуг, о начале действия которых бизнесменам необходимо сообщать. Исключены работы в области фотографий, ремонта и обслуживания бытовой техники и компьютеров. Пошива обуви и одежды и других сфер. Российские онлайн-сервисы покупки билетов и бронирования отелей создают Ассоциацию туристических агрегаторов. В нее уже вошел ряд ключевых ресурсов. Среди целей новой некоммерческой организации – формирование эффективных механизмов взаимодействия продавцов и покупателей рынка путешествий. А также поддержка инициатив и лучших практик для развития отрасли. Предполагается, что в дальнейшем в Ассоциацию тур-агрегаторов смогут вступить и другие игроки отрасли цифрового туризма страны. Вместе они займутся в частности разработкой единых стандартов ведения бизнеса. А мы продолжаем наш эфир и переходим к главной теме – как активная молодежь может реализовать себя сегодня. Помимо занятий в школе и во всевозможных кружках, школьники могут найти применение своим навыкам в молодежной организации «Движение первых». Вступить в организацию может абсолютно любой россиянин в возрасте от 6 до 18 лет. Дело это абсолютно добровольное. Планы и цели организации исключительно позитивные. Качественное образование, участие в культурной жизни, волонтерство, сохранение исторической памяти, здоровый образ жизни, развитие экологических проектов, охрана природы, развитие туризма по России. Как реализуются задумки организации и как она расширяется по всей стране. Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим гостем Егором Киреевым, председателем регионального отделения «Движения первых» в Санкт-Петербурге. Егор, здравствуйте. Я рада приветствовать вас в нашей студии. Ну тогда у меня сразу вопрос. Прежде чем мы перейдем к основной части нашей беседы, давайте обсудим послание президента Федеральному собранию. Владимир Путин сообщил, что в 2024 году власти запустят проект под названием «Молодежь России». Что скажете? Послание президента очень важное. Кроме нацпроекта «Молодежь России» открывается еще и нацпроект «Кадры», я так понимаю, это очень связанные национальные проекты. Они нацелены на то, чтобы выявить очень способных представителей молодежи и вывести их, в общем-то, на управленческую арену в том числе. Чтобы они обеспечивали не только технологический суверенитет в области профориентации, но и обеспечивали благостное состояние страны, работали с молодежью, обменивались опытом. И самое главное, делали вклад в развитие российского общества и молодежи, и представителей старшего поколения. Это очень важное послание, оно также было нацелено, и фокус его был сосредоточен на воспитательной деятельности, и мне, опять же, как педагогу это тоже важно, потому что фокус внимания на воспитание сегодня действительно очень высокий. То есть нужно взрастить. Да, да, и движение первых, оно, правда, очень много работает в области патриотического воспитания, и поддержка советников по воспитанию, директоров в школе, да, это все очень важные аспекты, которые сегодня были подчеркнуты президентом. Будем следить за нас проектом, и будем работать, на самом деле, в его русле. Хорошо, эту часть мы обсудили, давайте тогда перейдем уже, что такое движение первых. Вот давайте, простыми словами, чтобы мы все поняли. Движение первых – это большая организация. Организация, состоящая из, на самом деле, двух категорий участников. Это участники обучающиеся, они учатся в школах, в молодежных центрах, организуют свою досуговую деятельность, они учатся в университетах, в колледжах. Всех их мы называем первые. Это участники обучающиеся движения. Есть еще участники-наставники, это часто преподаватели, воспитатели, в общем, те, кто работают с молодежью. Это представители, как правило, старшего поколения. И это такое движение, которое сегодня объединяет представителей разных организаций и предлагает им те возможности, которые транслируют, на самом деле, государство и общество. У нас есть 12 направлений. Эти направления охватывают всю воспитательную работу в любом из перечисленных мной учреждений. И в рамках каждого направления есть множество проектов. Это, как вы сказали, и волонтерство, и добровольчество, и медиа, и коммуникации, и научные проекты, и проекты, нацеленные к особым категориям гражданам. Например, по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья, к семьям крупным. И мы живем в русле года семьи. У нас огромное количество проектов с семейным статусом участия, где могут родители и дети объединиться в каких-то совместных делах. То есть каждый может найти что-то для себя, что-то интересное, где он может себя развить? Да, и все это будет в русле большой проектной линейки движения первых. Хорошо. А как стать частью движения первых? На самом деле это очень просто. Как минимум во всех школах города имеются первичные отделения. Первичные отделения возглавляются, как правило, представителями воспитательного блока школы. Это может быть заместитель директора, это может быть советник директора по воспитанию, это может быть на самом деле и педагог-организатор, и каждый из них курирует деятельность движения внутри образовательной организации. Если ваш ребенок, если ваш друг, не знаю, хочет вступить в движение первых, ему можно как минимум обратиться в школу. Если он учится в университете, соответственно, в профильное направление в университете. Также у нас есть платформа единая, будьвдвижение.рф. В рамках этой платформы можно пройти регистрацию и понять, вообще созданы ли первичные отделения вашей организации. Если еще нет, то можно поспособствовать этому и развивать собственную инициативу. И даже создать что-то свое. Да, да. Понимаете, это общественное движение, и мы отдаем особое внимание детской и молодежной инициативе. Мы ее всячески подпитываем и помогаем ей. То есть здесь инициатива ненаказуема? Ни в коем разе, она наоборот, она даже поощряется. И мы всячески поддержим любую инициативу каждого школьника, студента, воспитанника молодежного центра. Мы спросили петербургцев, знают ли они, что такое движение первых. И вот что они ответили, давайте вместе посмотрим. Движение первых, не знаю, может быть волонтерское что-нибудь. Не знаю. Ну это вроде какое-то движение школьников, чтобы как-то развивать их профессиональные навыки. Вот что-то такое. Ну скорее всего это какое-то социальное движение, но я не в курсе, что это такое. Это движение молодежи, которые очень патриотичны. Они нацелены на развитие России. Вот для меня, я думаю, это такое движение. Я бы хотела в нем участвовать, но пока что вот нет такой возможности. Вот. Мне кажется, это очень заряженные, крутые ребята. Ну, хорошие, интересные ответы. Что скажете? Да, ответы очень хорошие, жизненные, настоящие. Конечно, мы не коснулись еще каждого человека. И движению всего год. 14 февраля мы отметили один год региональному отделению. Мы, по сути, молодая организация, но уже нами многое сделано и многое впереди. Расскажите, что уже сделано. Какие у вас есть прям самые главные достижения? Очень интересные проекты, например, в области просвещения. Мы обучали детей, представителей школ, первой помощи. У нас прошло несколько сотен мастер-классов в разных школах при поддержке российского Красного Креста, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, волонтеров-медиков. Мы провели большой региональный чемпионат по первой помощи, и команда из Петербурга также участвовала в федеральном состязании. Мы участвовали в российской школьной весне. Это проект по поддержке детского творчества. Нами проведен большой, например, хакатон. Это инженерное состязание, в котором представители разных возрастных групп посостязались в навыках инженерных, научно-технических. И этот хакатон, безусловно, способствовал построению вообще личного образовательного маршрута ребенка. Причем это было очень доступное мероприятие. У нас не было какой-то видеовизитки, знаете, отбора. Каждый, кто хотел участвовать, мог посетить это событие. Оно проходило в трех точках города, чтобы стать доступным. Таких событий очень много. Мы очень открыты, и мы вообще нацелены на то, чтобы сделать наши мероприятия и наши проекты очень и очень доступными для каждого. И причем мы сосредоточены, конечно, на возрастных группах, потому что мы понимаем, что содержание для ребенка 12 лет и 18 лет не может быть одинаковым. Это разные дети, и у них разные запросы. Поэтому мы всегда, конечно, ориентируемся на какой-то определенный возраст. Хорошо. А какие основные запросы? Есть какой-то такой базисный? Конечно, есть. Сегодня очень высоко значение и внимание к профориентации, например. И мы пытаемся отвечать на эти запросы, мы двигаемся в русле и государственной политики, и петербургского образования, и молодежной политики, чтобы сосредоточиться на запросе. Вот построение персонального образовательного маршрута ребенка, ориентирование в атласе современных профессий. Чем раньше это сделает ученик, тем больше вклад, и тем скорее, на самом деле, вклад в экономику страны он сможет сделать. А мы понимаем, что школа этим занимается, но мы способствуем это со своей стороны, потому что мы хотим быть полезными школе. И мы, на самом деле, двигаемся всегда бок о бок с образованием. А в каких регионах есть Движение Первых? Уже много регионов? Конечно, да. Движение Первых присутствует вообще во всех регионах. Все 89 субъектов страны обладают своим региональным отделением. Они все примерно недавно отгремели один год, им все отпраздновали эту дату. И вот, например, у нас, у нас более 70 тысяч участников на сегодняшний день согласно и платформе, и нашей реальной работе. Вот еще один очень важный аспект. Мы говорили про инициативу общественную. Мы создаем Советы Первых в каждом первичном отделении. Что такое Совет Первых? Это живой организм, где дети объединяются, выбирают, у них есть там председатели, у них есть какие-то организационные группы, и они участвуют в соуправлении с той организацией, в которой создана первичная отделение. То есть это маленькое такое правительство. Такое ячейка, да, но мы же понимаем, что ребенок, он должен обрести какую-то роль. Инициатива, она, как говорил Антон Семенович Макаренко, выдающийся отечественный педагог, она же рождается, когда есть ответственность и задачи какие-то определенные. Каждая задача должна быть подкреплена ответственностью, которая возложена на ребенка. И чем раньше начинает организовываться эта работа в этом Совете Первых, тем быстрее дети обретают столь важные и ценные навыки. Гибкие навыки, ну и в то же время и какие-то конкретные и профессиональные навыки. Вот движение Первых действительно становится все популярнее и популярнее. Вот наш корреспондент Айна Керимова побывала на открытии одного из первичных отделений. Давайте посмотрим, как это было и что же там происходило. Открытие юбилейного 850-го первичного отделения движения Первых в нашем городе. Думаю, многие слышали об этой организации, но предлагаю подробнее узнать у активистов, чем они занимаются. У каждого человека есть своя мотивация, зачем он приходит в движение Первых. Кто-то ради мерча, кто-то ради знакомств, кто-то ради бесплатных поездок в Россию. И каждый находит то, что ему нужно. Каждый добивается той цели, которую он себе ставит. Я обрел огромное количество знакомых во всей России и даже за границами. Активно ли к вам ребята идут вообще? Очень активно, на самом деле. Сейчас, наверное, уже тот этап, когда работает сарафанное радио. Кто-то где-то принял участие, кто-то что-то посмотрел. Только за год своей работы Петербургское отделение движения Первых собрало более 75 тысяч участников. И главная задача – создать такую равную, доступную среду для развития по самым разным направлениям. Всего в движении Первых 12 направлений. На мой взгляд, сейчас самыми актуальными являются гражданское патриотическое воспитание. Такое направление. Есть направление взаимодействия с семьей. Также это, конечно же, волонтерство. У нас очень много добрых ребят, открытых, отзывчивых, которые видят себя в том, чтобы помогать всем окружающим. Как им можно присоединиться? Куда зайти, что нажать? Присоединиться, конечно, очень просто. Нужно зарегистрироваться на сайте буддвижение.рф, прикрепиться к своему первичному отделению, связаться с своим координатором и начать работать. Активные ребята, активные все вокруг. Это само движение, оно действительно такое какое-то будоражащее. Да, оно правда охватывает огромное количество детей. И что очень важно, в нашем движении участвуют все предыдущие существовавшие организации, там Юнармия, Вымпел и многие-многие другие объединения детские, которые существовали в России и на самом деле на пространстве Санкт-Петербурга. Мы с ними очень много сотрудничаем. А давайте поговорим про партнеров движения Первых. Кто с вами вместе? Да, с нами вместе и заодно, конечно, университеты, колледжи. Они активно открывают первичное отделение. И вот одно из них мы сегодня открытие посмотрели. Но кроме всего прочего, мы фокусируемся на каких-то производственных компаниях, на крупных корпорациях, РЖД, Газпром и многие другие партнеры участвуют в наших событиях, помогают нам как содержательно, так и с консультационной точки зрения. И они активно выходят на коммуникацию с детьми, потому что запрос на общение с детьми у профессионалов тоже имеется. Все ищут ценные кадры, всем важно заинтересовать своей деятельностью детское сообщество, чтобы потом эти дети стали настоящими специалистами в какой-то узкой конкретной области. У нас крупные партнеры, например, силовые машины. И мы с ними прям проводим целую сетку мероприятий. И несколько школ сотрудничают через наше региональное отделение с этим заводом, с этим комбинатом практически. И мы организовали посещение детей, производство. Посмотрели то, как изготавливаются те или иные сложные детали, которые делаются на этом заводе. И в то же время мы проводили для них проектные сессии совместно с силовыми машинами в таком сотрудничестве. Но сотрудничестве не каком-то внешнем, а вот конструктивном, содержательном и вот по делу. И отклик у детей, естественно, был. Да, причем отклик устойчивый. У них отклик такой, что надо дальше продолжать и усиливать взаимодействие с этим партнером. Ну давайте тогда в завершение нашей программы пару слов соискателям, те, кто сейчас раздумывает, возможно, вступить в движение первых. Что вы им скажете? Мы им скажем так. Верф, будьте в движении, будьте открыты к нашим инициативам, пробуйте включиться самостоятельно в нашу проектную сетку. Для этого у нас существует платформа, где можно зайти в раздел проекта и уже записаться на то или иное событие, а мы вас увидим тогда. И мы с вами начнем коммуницировать и вокруг вашего конкретного дела. И, конечно, держите контакт с первичным отделением, вступайте в советы первых и будьте инициативными. Спасибо большое за этот разговор. А я напомню, мы беседовали с Егором Киреевым, председателем регионального отделения движения первых в Санкт-Петербурге. Это были главные темы, о которых мы хотели поговорить сегодня. Если у вас остались вопросы или мы рассказали не все, пишите нам и мы обязательно вернемся с ответом. Я Анастасия Петрук. Объясняем СПБ.